Здравствуйте! 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 Сегодня я начну с того, что буду читать Бхагавадгидду 7 главу, которая называется «Знание Абсолюта», текст номер 8. О, Сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, и я слуг ум в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. Комментарий Шила Прабхата. Из этого стиха мы узнаем, как Господь пронизывает все сущее своей многообразной духовной и материальной энергией. На начальном этапе духовного пути Верховного Господа познают в образе Его многообразной энергии, то есть в Его безличном аспекте. Подобно тому, как присутствие Бога Солнца, который является Личностью, можно ощутить через Его вездесущую энергию солнечный свет. Присутствие Господа, пребывающего в вечной обители, можно ощутить через Его энергию, которая пронизывает все творение. Вкус – неопъемлемое свойство воды. Нам не нравится морскую воду, потому что в ней к чистому вкусу воды примешивается с соли. Нам больше привлекает вода, имеющая чистый вкус, и этот вкус – энергия Верховного Господа. Имперсоналист и персоналист. Оба ощущают присутствие Господа в воде через ее вкус, но персоналист при этом прославляет Господа за то, что он, милость и вода в человеку, эту вкусную воду, позволил ему утолить жажду. Так оба они ощущают присутствие Господа в сущности. Философия персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. Тот, кто постиг Бога, знает, что его личностные и безличные аспекты одновременно присутствуют во всем сущем, и что в этом нет никакого противоречия. Основываясь на этом понимании, Господь Чайтаня дал людям возвышенную философию Чингернеда и Аркедатапы, одновременного единства и различия. Солнечный и лунный свет — это тоже энергия Господа, поскольку их изначальным источником является Брахмаджотия, безличное сияние Господа. А пранава или омкара — трансцендентный звук, с которого начинается каждый ведический гимн, является формой обращения к Верховному Господу. Имперсоналисты боятся обращаться к Господу Кришне, называя его одним из его бесчисленных имен, и потому предпочитают произносить «ом». Но они не понимают, что омкара — это звуковое воплощение Кришны. Сознание Кришны вмещает в себя всё, и тот, кто постиг науку сознания Кришны, необычайно удачлив. Люди, не знающие Кришну, находятся во власти иллюзии, поэтому обрести знание о Кришне значит получить освобождение, а забыть Кришну, обречь себя на рабство в материальном мире. Стих ещё раз. О, сын! О, сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, я слух омбедических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. В этом стихе мы можем одно очень важное слово отметить. Это слово «Ахам». Слухи секундочку. «Ахам» означает «я». Кришна говорит «я». «Я» означает «индивидуальность». Он не говорит «я им персональный». Кришна, Он личный. И Он говорит «я» — вкус воды. Здесь Кришна в Его имперсональном аспекте упоминается в девятой, в девятой главе Бхагавадгирты. Что в моей непроявленной форме я пронизываю всё мироздание. У Кришны есть личностный аспект и у Кришны есть безличный аспект. Кришна и Майя, Его энергия, она всепроникающая энергия. И видя эту всепроникающую энергию, мы также непосредственно ощущаем Кришну. Так же, как и Солнце, например. И Он 93 мили вдалеке от нас. Но здесь, на этой планете Земля, мы можем непосредственно ощутить Солнце посредством солнечных лучей и понять, насколько солнечные лучи тёплые, несмотря на то, насколько мы далеко находимся. Несмотря на то, что Кришна так же далеко от нас, на своей планете Галлока Вриндавна. Он всепроникающий с помощью своих энергий в этом творении. И с помощью этих энергий мы сможем понять немножко, как Кришна взаимодействует со своими энергиями. Итак, говорится, что у Кришны есть столько энергии. В Верховном Господу нет ничего, что Он должен делать. Потому что Кришна может всё сделать через свои энергии. Как, например, человек, обладающий властью, как президент или премьер. Ему не нужно лично присутствовать везде в своём царстве. Но у него есть столько различных энергий и ассистентов, и слуг. И через них Он совершает столько разных действий. Через них Он все проникает в своих владениях. Таким же образом, Кришна, Он пронизывает всё это мироздание весом своих энергий. И все эти энергии работают естественным образом, подчиняя желаниям Господу на Кришне. И в то же время нет никого более великого или равного Кришне. У Кришны нет никого, кто мог бы быть лучше. Его энергии всепроникающие. И даже в воде Кришна присутствует через свои энергии. Теперь, когда мы говорим о персоналистах, и они пробуют воду, они ценят, как великий, не отличается от своих энергий, как энергии работают в этом материальном мире. Они это понимают, так как вода – это один из продуктов материальной природы. И Кришна, Он присутствует везде, даже внутри маленького атома. Он говорит, Махараса Тирасив, что уже говорить о том, чтобы Он присутствовал в воде. Кришна присутствует в каждом уголке своего творения. Человек, когда он пьет воду, он благодарен за такую энергию Господа. Но когда веданный пьет эту воду, он ценит, и он понимает, что эта вода была дана нам Кришной, чтобы мы могли удалить жажду. И он благодарен за то, насколько Кришна добр, что Он дал нам эту воду. И чувствуя вкус воды, мы с вами сможем помнить о Кришне. И помня о Кришне, мы получим общение с Кришной, потому что помнить о Кришне и общаться с Кришной не отличны друг от друга. И когда человек просто пьет воду, они практически не помнят ни о чем. Как, например, мы на улице с вами, и мы слышим ребенок... Когда мы видим тапочки нашего ребенка, мы сентиментально вспоминаем о нем. Но когда мы смотрим на чьи-то чужие тапки на улице, они нам такие эмоции не вызывают. То же самое, когда преданный смотрит на мироздание вокруг него, зная, что его создал Кришна, Кришна убирает все эти материальные желания, потому что Он объясняет нам, что вы не сможете стать счастливыми в этом материальном мире. И в то же время Он дает нам энергии, как если мы их используем в служении Ему, мы можем помнить о Кришне. И потому что Кришна не отличен, а то пометование о Нем, в особенности в Своем Святом Имени, мы испытываем высшее наслаждение, помня о Нем, потому что Он источник всего наслаждения. Поэтому, когда преданный пьет воду и помнит, что Кришна такой добрый, что Он мне дал попить этой воды, чтобы я мог утолить свою жажду, это помогает нам в нашем преданном служении. И они вспоминают о Кришне и чувствуют это трансцендентное счастье, потому что они реально непосредственно общаются с Кришной посредством пометования. Итак, непосредственное восприятие Кришны через воспевание Его Святого Имени, в особенности говорится, что в этот век колонна села. В этот век самый лучший способ непосредственного восприятия Кришны это воспевание «Харе Кришна, Харе Кришна». Но, даже если в это время мы читаем с вами «Харе Кришна», из-за того, что наши чувства не очищены, поэтому мы не ощущаем в Нем присутствие Кришны. Говорится, что «Так, Си Кришна, намади». А также Кришна, намади. Кришна и Его имя не отличны друг от друга. И мы можем почувствовать Кришну в Его имени, но с несчастью наши чувства покрыты материальной сердцей и материальными чувствами и планами. И поэтому, когда мы читаем «Харе Кришна», мы не чувствуем трансцендентного счастья. Иногда мы вообще «Харе Кришна» не читаем. Шила Пропада говорит, что мы видим, что наши ученики воспевают, они что-то там двигают языком, что-то они делают, как змей шипят что-то, шнык-шнык, кр-кр. И они думают, что они воспевают по реке Кришна. Нам нужно использовать наш ум и наш язык в воспевании святых имен. И постепенно воспитывая ум, наше сознание очистится, и мы, в конце концов, придем к непосредственному восприятию Кришны. И в нектаре наставлений говорится, что святое имя, форма, качество и деяние Кришны, они все доставляют трансцендентное удовольствие. Но, если мы не контролируем свой язык, если наш язык, и мы болеем желтухой, то мы не почувствуем сладость ничего, все будет казаться горьким. И что это, что постепенно через язык мы очищаемся, и невежество отступает. Другими словами, Чайтанья Махапрабху дал нам такое благословение, что просто повторяя Харе Кришна, просто повторяя святые имена Кришны, мы можем непосредственно общаться с источником всего, источником всей красоты, всего знания, всей силы, всего богатства, всего отречения. И человек, и также он личность, которая источник всего наслаждения, но он также наш самый лучший благожелатель. Все, что он хочет, это чтобы Кришна был чистый, чистый преданный, и хотят, чтобы Кришна был счастлив. И если мы будем следовать их наставлениям, то мы с вами тоже становимся счастливыми. Но, к сожалению, мы используем свой язык под влиянием невежества. Мы не понимаем, какое благословение Господь Читания дал нам. И таким образом мы не чувствуем вкуса к повторению святых именов. Но, несмотря на это, мы можем попытаться повторять Харе Кришна. И если мы будем это делать без оскорблений, постепенно святое имя откроется нам. Поэтому Читания Махабрабу сказал. Четудар Панамартина. Что... Пусть бы святит свое имя, свое святое имя. Потому что оно... Океан трансцендентного блаженства. Оно... Постоянно увеличивает этот нектар чистого, бедного знания. И влияет... И помогает душе выбраться из этого мира. Но все равно люди не чувствуются. Поэтому Кришна говорит нам, что мы можем понять Его, просто утоляя свою жажду. Каждый утоляет свою жажду, что-то пьет. Каждый, может быть, не пьет, каждый, может быть, не воспевает Харе Кришна, но, по крайней мере, Он всегда пьет воду. Поэтому Он может помнить, когда Он пьет что-то, неважно, вода это или нет, что Кришна есть вкус воды. И в этот момент, если Он помнит о том, что этот вкус – это Кришна, Он постепенно станет чистым, преданным Кришной. Шила Прабхата говорит в одной из лекций, что даже если алкоголик пьет свое вино и помнит, что вкус этого вина – это и есть Кришна, однажды Он станет чистым, преданным Кришной. И, конечно, я это не рекомендую, это не рекомендовано, это не часть процесса. Но если вдруг у кого-то есть такая склонность, по крайней мере, пускай Он помнит о том, что этот вкус – это Кришна, то Он какой-то духовный прогресс, если помнить об этом. Итак, у нас столько различных чувств. И мы можем понять Кришну столькими разными способами, через восприятие наших чувств. Кто-нибудь может сказать, хорошо, я не пью. Конечно, каждый, все пьют, но кто-то скажет, я вообще не пью. Тогда Кришна говорит, хорошо, Он говорит, что я свет солнца и луны. Каждый встает и просыпается, когда поднялось солнце, и видит, даже несмотря на то, что облака пришли, и даже целый день будут. Такое впечатление, сейчас у меня такая погода. И зимой, если вы вообще увидите солнце, это значит, что что-то не так. В любом случае. Утром, когда солнце встало. И мы можем помнить, что этот свет, он исходит из Кришны. Это тепло, он исходит из Кришны. То есть Кришна дает нам это тепло, чтобы мы были здоровы и использовали его для того, чтобы практиковать сознание Кришны. Люди иногда смотрят на солнце, и они верят, что это просто какой-то огненный шар, который там где-то летает, и они думают, что он просто появился из ничего. Конечно, те, кто говорят, что это так, если бы у них был хоть какой-то опыт, как что-то вышло из ничего, то им вообще тогда ничего не нужно сделать. Если они хотят быть богатыми, тогда они могут сидеть просто в своей комнате, ждать, и миллион долларов, или миллион евро, просто пришел к ним из ниоткуда, и они стали богатыми. Те, кто так говорят, что все появляется из ничего, они обычно не следуют своим собственному совету. Если им что-то нужно, как, например, деньги, они идут и нанимаются на работу. Поэтому, если это просто огненный шар, и случайно так получилось, и если ученые или люди говорят, что просто случайно возник такой, возник такой удивительный шар огненный, то почему бы им не повторить и не создать хотя бы небольшой маленький шарик, который можно поместить в комнату для обогрева, например, или в комнате летали, и создавали тепло. Почему бы им не создать такое? И вечером, чтобы этот шарик засыпал, и мы все могли лечь спать, и он больше не слезал. Поэтому, если вы, как ученые, не можете даже создать маленький с размером с теннисный мячик, летающий шарик тепла, то вы не можете говорить так же, как говорит Брама, который Моград, что цитирует стих. Господь, Брама не такой глупый, чтобы думать, что что-то появилось просто по случайности. Он самый ученый во всем нашем мироздании. И он говорит, что это солнце? В нем полно бесконечное восхищение. И что это глаз Верховной Личности Господа. Другими словами, он говорит, что это с помощью Кришны, что он так сделал, что у нас есть планета, которая называется солнце, и она дает нам бесконечное количество тепла и света. И ученые говорят, если бы солнце приблизилось чуть ближе к нашей планете, все бы сгорело. Вам не нужно будет сковородки делать или что-то. Вы можете просто взять чапати и пожарить ее на асфальте. Нет проблем. И сразу же бы они у вас были готовы. Сразу бы сожарились. Но если бы солнце отдалилось чуть-чуть дальше от нашей Земли, то мы бы все замерзли. У нас бы была вечная зима. И вы можете кататься на лыжах круглый год тогда. Но есть точное сопоставление между этой планетой и Солнцем. Четкое расстояние. Солнце встает утром и Солнце вечером садится. Четко по времени. и оно дает столько тепла и столько света, сколько нужно для того, чтобы жить на этой планете. Жизнь существовала на этой планете. Итак, в Индии у них есть вы можете увидеть, что они в Индии очень много есть быков. И в Индии вы можете увидеть, что их через нос, ими управляют через нос. Несмотря на то, что бык такой сильный, он использует свой вес, когда он двигается вокруг и жернова использует для того, чтобы молоть муку. И вот то количество веса, которое он тянет на себе, это очень массивное. Кусок стали прям он двигает, которая перетирает жерна в муку. Итак, 50 человек понадобилось, чтобы потянуть такой вес. Но этот бык абсолютно без проблем двигается по кругу и перетирает в муку зерно. И несмотря на то, что он такой сильный и может потянуть такое количество веса, он не может даже на 2 сантиметра подвинуться, если ему не приказано к этой веревке, которая протянута у него через нос. Таким же образом, несмотря на то, что солнце, оно очень наделено властью и дает без лимитов какой-то нам свет и тепло. Но он не двигается со своей орбитой. Даже через несколько лет ученые могут просчитать, где конкретно будет находиться солнце. Вам через 100, тысячи лет или через миллион мы можем предсказать, где конкретно в какое время он будет находиться, потому что он управляется у него есть четкая орбита. В Бхагавадгите Кришна говорит, что я вхожу в планеты и посредством своей энергии они все находятся на своих орбитах. Когда мы смотрим на это небо и мы видим с вами бесчисленные планеты, которые двигаются по определенным орбитам и в особенности когда мы видим солнце, когда оно двигается по определенной орбите, в определенные промежутки времени, мы должны понимать, что за виден лавинда Адибу Рожам. Поэтому никто не может сказать, что они не видят Кришну, потому что если они просыпаются утром, пьют воду, они чувствуют вкус Кришны, это его энергия. Это не напрямую Кришна, но это одновременно одна с Кришной эта энергия, но отличная от Него. В этом и заключается философия Симана Макапрабу Ачиньтя Пьеда Пьеда Сатвая. Единство в разнообразии. Когда несмотря на то, что тепло и свет это не одно и то же с Солнцем, в то же время это и не отлично от Солнца. Когда мы с вами чувствуем тепло и свет, мы также с вами непосредственно воспринимаем Солнце, но не совсем. Мы с вами здесь, на этой планете испытываем свет и тепло, но если мы с вами пойдем к Солнцу, то мы там можем встретить Виватсана, то есть полубога Солнца. То же когда мы пьем с вами воду, мы чувствуем вкус, который неотличен от Кришны. Но Майя, из-за ее влияния, наши чувства, они покрыты, и мы не чувствуем Кришну непосредственно во вкусе воды. Но если мы помним о Кришне, когда мы пьем воду, тогда эта вода одухотворяется, потому что наше сознание одухотворяется, и мы можем непосредственно ощутить Кришну даже во вкусе воды. Таким же образом, Кришна он свет солнца. И когда мы видим солнце или видим лучи солнца, мы непосредственно видим Кришну. если мы покрыты невежим солнцем и мы этого не испытываем, значит мы находимся в мае. Если нет солнца и мы встали поздно ночью, чтобы идти на работу, несмотря на это Кришна говорит, что я также свет луны шаши означает кролик. Ведь они говорят, что человек на луне нарисован. якобы. Но по ведической традиции там говорится, что там кролика видно на луне, как рисунок отражения на луне. Итак, Шаши Сура если мы не видим солнце утром, если вечером мы видим луну, что луну туда повесил Кришна. Кришна так добрых в течение дня в обычных цивилизованных странах, которых несколько осталось. Итак, у вас в течение дня солнце и вы испытываете влияние солнца, которое греет, а ночью вы можете увидеть свет луны, когда вы ложитесь и вам спокойно и вы можете уснуть. Кришна устроил столько разных вещей, чтобы мы спокойно могли практиковать сознание Кришны, но к сожалению люди не понимают как добр Кришна к нам и они пытаются создать более по их мнению лучшее удобство для того, чтобы поддерживать свое здоровье и так далее. Поэтому Кришна и говорит таким людям к несчастью демоны они говорят что нету асатия мапратиш танте что этот мир нереален что нет основания что нет Бога который все контролирует что просто это все всем движет сексуальное желание что мы можем испытывать влияние Кришны каждый день в каждый момент но они все равно не поддаются тому что Кришна дает нам каждый день почувствовать себя через различные проявления они принимают выводы которые они сами создают и они прибегают к методам которые могут разрушить весь мир вместо того чтобы реализовать доброту Кришны они пытаются все изгенить и они только всего поменяли что эти вещи что они поменяли сделали все еще хуже они испортили воду они добавили что-то в воздух они начали добавки делать и все это для того чтобы улучшить так называемые вещи но Кришна дал нам воду и нет ничего лучше чем вкус чистой воды и он дал нам еду и чистый воздух и вся наша еда не была улучшена какими-то там пестицидами и так далее и мы были здоровыми в принципе и спокойными умиротворенными у нас был умиротворенный ум мы могли бы легко воспевать Харе Кришна и понять Кришну реализовать его поэтому если кто-то не понимает Кришну в свете солнца он говорит хорошо ты в серьезной гиани и тогда повторяй ум сейчас в особенности йога очень популярная и люди садятся в кружок в лотосной позиции и повторяют ум 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 это Кришна говорит хотите повторять ум хорошо неплохо потому что я ум я этот звук ум Кришна и ум не отличные они одновременно едины и различны если кто-то попытается повторять просто ум он говорит я звук в эфире кто не слышит звука все слышат что-то правильно если вы едите слишком много просада то вы услышите как ваш живот бурлит и вы подумайте что это за звук в моем животе но вы должны подумать что этот звук это Кришна тоже даже вы слушаете когда вы слышите что ваш живот с вами разговаривает вы должны думать о том что этот звук это Кришна он тоже Кришна каждый пьет воду каждый видит солнце и свет луны каждый слышит что-то кто-то воспевает ум это все Кришна если видите какого-то могущественного человека или талантливого человека вы должны понимать что этот талант или эта сила они все приходят от Кришны власть они приходят от Кришны и таким образом вы должны видеть что Кришна делает все эти деяния как например санат Магаслами он изучал Шримад Бхагават со многими браманами в это время его еще звали Дабир Кхас он был секретарем при правительстве Навабхусейна Шаа в Бенгалии Навабхусейн Шаа был преданным он был Асурой и он особенно доставлял много неприятностей преданным болезням Рупа Гаслами он вышел на пенсию и ушел Асанат Магаслами все еще работал в администрации Бенгалии для этого Ша Нават Хусейн Ша и он решил хватит мне уже этого я тоже хочу выйти на пенсию и он сказал Навабу что он был болен и он должен остаться дома но он типа карантин на себя принял у него был локдаун он сказал что ему нужен локдаун и он остался дома чтобы использовать это время изучать Шаимат Багават со своими браками с некоторыми брахманами и угрожения и так Навабу слышал что не было никакого нужды для локдауна что Санат Магаслами не болел что то что он делал он просто сидел и изучал Шимат Багават и поэтому Наваб Хусейн Ша пошел к нему домой в гости увидел что там брахманов много сидят и читаешь Шимат Багават и он сказал что происходит почему ты говоришь что ты болеешь а ты дома сидишь и изучаешь Шимат Багават и читаешь книги о сознании Кришны и он сказал что ты делаешь Санат Магаслами сказал я думаю что это время пришло мне оставить работу и Наваб сказал нет ты что ты не понимаешь ты мне нужен для администрации иначе как я могу пойти в Арису и попытаться там завоевать Арису Санат Магаслами сказал я не хочу тебе помогать чтобы добавить еще более Верховной Личности Бога ты езжай а я буду здесь изучать Шимат Багават пускай кто-нибудь за тебя администрирует управляет менеджментом Санат Магаслами отнесся к Навабу с уважением потому что праупа говорит что несмотря на то что Наваб был Ассурой он был царем и потому что царь одним путем или другим он все равно представитель Верховной Личности Бога несмотря на то что какой бы статус ему не дали Наваб в Сен-Ша или любая другая Личность хорошая или плохая если этот человек совершает какие-то деяния он должен получить силу от Верховной Личности Бога ничего не происходит без повеления на то Господа даже травинка не шелохнется без повеления Кришны и мы говорим также свет солнца и луны или талант в человеке это все проявление энергии Кришны подобным же образом Рав был великим Асурой и после того как Рамачандра убил его прежде чем он умер Господь Рамачандра вызвал Вибишину и чтобы тот пришел к его постели где он умирал чтобы выяснить секреты как управлять царством несмотря на то что Равана было сурой он получил власть чтобы руководить Ланкой несмотря с более такой правильной точки зрения он все равно был неплохим правителем если мы не видим солнце и мы не видим луну и мы вообще даже не пьем хорошо и мы не воспеваем и мы глухие мы все равно должны понимать что любой талант приходит от Кришны и в конце концов они все даны чтобы мы совершали преданное служение для того чтобы удовлетворить Кришну осознать себя как духовную душу и вернуться обратно можно можно я еще раз прочитаю стих и отвечу на вопросы если есть какие-то вопросы я вкус воды свет солнца и луны и слов о ведических мантрах я звук в эфире и талант в человеке Харе Кришна большое спасибо за ваше внимание есть комментарии и вопросы я хочу спросить можете вы нам сказать пожалуйста какие благословения благословения или наставления у вас есть для марафона шилы полпады один раз у нас есть марафон чтобы вдохновить нас чтобы сделать что-то чтобы послужить Хришна в особенности это особенности наша важная программа это распространение книг нам мы должны это делать как мы должны делать любое служение чтобы прославить верховную личность Господа мы должны знать что мы делаем если мы знаем что мы делаем тогда мы получим максимальный эффект от того что мы делаем Хришна сказал своему отцу Кришна во время Гавардхана Лилы перед началом он спросил своего отца почему ты делаешь это жертвоприношение Индра Пуджу и его отец сказал я не думаю что ты сможешь понять для чего нужны жертвоприношения ты слишком маленький мальчик и он Кришна сказал так от других ты можешь скрывать какую-то правду но я член семьи мне ты должен сказать если ты не знаешь для чего ты делаешь это жертвоприношение то эффект от такого жертвоприношения будет минимальным поэтому мы должны совершать действия с сознанием того почему поэтому мы должны знать почему мы прославляем Кришну и проповедуем почему потому что каждый из нас услуга Кришны и у Кришны есть одна миссия в этом мироздании и эта миссия это напомнить всем и каждому что их реальное положение не в материальном мире что их положение с ним в духовном мире и как поскольку мы остаемся в этом материальном мире мы будем страдать но пока мы когда мы вернемся в духовный мир а мы станем умиротворенными счастливыми и там мы узнаем о нашей настоящем позиции нашей профессии и нашему положению потому что мы вечные и Кришна говорит вот что я прихожу сюда лично чтобы напомнить нам об этих вещах и теперь Кришна он проявил инкарнацию в разной инкарнации и согласно Шримад Бхагаватам Кришна лично пришел в этот век калия в особенности в Шримад Бхагаватам в особенности в форме Шримад Бхагаватам или Бхагавадгиты где бы был Кришна там не будет Майя подобным же образом и теперь Кришна как будто бы ушел с этой планеты когда он пять тысяч лет назад явился в своей появился в своей изначальной трансцендентной форме он явился только деяния но в какой-то момент после 140 лет приблизительно 120 лет или там 120-140 он явился на после и по кругу Шитра произошла когда ему было 120 и приблизительно 20 лет спустя он покинул эту планету как кажется что он ее покинул и так где Кришна теперь он вернулся в свою обитель и Шримад Бхагав нам говорят что теперь Кришна проявился в форме Шримад Бхагаватам теперь когда мы потеряли все видение и наше чистое сознание куда нам обратиться за защитой и теперь Кришна явился нам в форме Шримад Бхагаватам и те кто принимают приближище Шримад Бхагаватам они получат жизненную силу из этой Пханы мы не даем просто книге мы даем миру и те кто принимает эту миру они постепенно очистятся и поймут вещи правильным образом в взаимоотношении с Кришной и наше дело с вами это мы должны быть с вами послами как представители Кришны и попытаться помочь Кришне в его миссии и напомнить обусловленным душам об их взаимоотношениях с Кришной и делая это Кришна нас благословит давая нам все больше и больше разума как нам совершать служение чтобы стать более разводными и счастливыми и удовлетворить Кришну это не просто служение базирующиеся на каких-то материальных ценностях которые помогают материальная экспертиза может вам помочь Кришна нам дает силу распространять трансцендентную литературу и быть милостивыми к другим и вдохновить их принять эти книги читать их и возможно если им очень повезет прочитать эти книги и постепенно достигнуть совершенства человеческой формы жизни поэтому Кришна говорит Бхагавадгиту поет Бхагавадгиту и что в конце он дает то наставление что мы должны читать его наставление то есть слышать в особенности Бхагавадгиту Шилы Пропады если мы это будем делать то мы станем преданным и если мы станем преданным постепенно мы сможем понять как поклоняться Кришне Мадьяджи и поклоняясь Кришне непосредственно общаясь с Ним как с светом солнца и луны мы подумаем кто же Кришна такой и мы тогда намаз Куру станем мы станем смиренными и когда мы станем смиренными мы сможем понять наставление Кришны Сарва Дарма Паритя Джамама Камшара Набру оставь все остальные виды религии и направь свой ум на Кришну и следуй его наставлениям в особенности воспевать Харе Кришна и если мы будем это делать мы потеряем вкус к материальному общению постепенно это привязанность к общению с непреданными она уйдет и делая это мы будем вдохновлены как замечательно то что мы делаем это благословление благословение для всех и мы будем вдохновлены чтобы выходить и давать это благословение всем остальным и тогда со смиренным сердцем Бхактивино Такур говорит мы сможем выйти и предложить это высшее замечательное благословение другим и чтобы они стали вечными сознающими полными наслаждения благословения через это воспевание слушание и используете наставления наших книг в нашей жизни и если вы задумаетесь почему бы мне не заняться чем-то другим Кришна говорит в этом мире нет никого более дороже для меня чем тот преданный и в будущем никого не будет более дорогим кто дает это знание другим если мы напрямую не можем распространять книги мы можем помочь преданным распространять мы можем вдохновить людей выйти мы можем вдохновиться прочитать книгу или вдохновить других прочитать и тогда мы станем дороги Кришне и мы будем понимать как сделать других чтобы они стали дороги Кришне Хари Кришна есть еще вопросы Пожалуйста, примите мои поклоны, все слава Шелепрухаде. Все слава Шелепрухаде. У меня есть вопрос. Например, если я добралась до Солнца, там люди живут, и у них тела такие, как приспособленные к этой планете. И преданный читал книгу, и он сказал, что в следующем постепенно будет, как возможно, космическое путешествие. Возможно, это правда. Как, например, сказали, что они поехали, пошли на Луну, и они не дошли до Луны, допустим. Да? Можно Вы объясните? Понятно, что мы не доберемся до Солнца в ближайшее время, потому что Вам нужно тело, созданное из огня. Если Вы хотите пойти на Солнце, Кришна говорит. Вы можете отправиться на Солнце, Вы можете отправиться на Луну, но Вам нужно совершать жертвоприношение, чтобы туда попасть. Когда это тело закончится, Вы получите подходящее тело, оставите это материальное тело, и Вы получите тело, которое подойдет для того, чтобы родиться на планете Солнца или Луны, или любой другой планете. Если Вы хотите плавать в океане, например, и Вы хотите там оставаться, то Вы получите тело рыбки. И если Вы получите тело рыбы, то есть в момент смерти Вы будете думать о рыбе, поэтому Вы ее и получите. Вот эти, знаете, те, кто любит плавать, и они так хорошо плавают в бассейне, или еще они плавают в океане, и в их жизни, и пластами, и всю жизнь так хотели, и в момент смерти. Все, что они думают, это как поплавать. И они становятся рыбой, и будут плавать в океане, туда-сюда. Вот такая вот вещь. Если ты человек, а днем и ночью плаваешь, рыбка тебе дадут то, что подходит для тебя, тело соответствующее, вместо того, чтобы одевать там всякие лавки, там, или лапы, когда ты станешь рыбой, проблем нет, все, можешь всю жизнь плавать. Тебе одеться не надо менять, тебе не надо температуру мерить там правильную, тебе вообще не надо выходить из бассейна, чтобы кушать. Ты будешь всю жизнь плавать, кушать. И даже когда Вы спать будете ложиться, нет проблем, закрыли глаза, Вы не будете тонуть, потому что Вы рыба. Это вот такие особые есть. Таким же образом, если Вы хотите быть полубогом, то Вам нужно совершать жертвоприношение полубогам. И в момент смерти, Вы получите тело правильного полубога, и попадете на ту планету, кому Вы поклонялись. И какое-то время Вы сможете там находиться, прежде чем Вам придется вернуться сюда. Так в чем ценность? Кришна говорит в Бхагавадгете, Даже на высшей планете материального мира, все эти места, они места несчастья, где постоянно сменяется смерть и рождение. Но когда ты полупойдешь на мою планету, не будет ни смерти, ни рождения. Какой смысл отправиться на эндролоку, пожить там несколько лет, и потом Вам придется вернуться обратно сюда? Какая ценность в таком смене тела? Лучше вернуться в духовный мир и жить там вечно. Зачем терять время, живя на какой-то временной планете, привязаться к ней, и потом опять упасть на эту планету, Земля, и получить рак легких. Я не поняла, а в чем? Я поняла, что Вы сказали, но я не понимаю, вот эта межпланетарная система, Бхагавад говорит, что в момент смерти мы достигнем той планеты, о чем мы думаем. Но что это конкретно объясняет? Шилл Бхагавад сказал, что раньше, в древние времена, можно было, существовало космические путешествия, и полубоги приходили сюда на Землю, чтобы совершить жертвоприношение. Но даже когда Чайтанья Махапрабху был здесь, он видел, как много было полубогов, они пришли подарки подарить. И когда Кришна здесь был, они также приходили, полубоги, к нему в два раку. Но в этот век Кали, говорится, что так как нет жертвоприношения, то полубоги сюда не приходят. В нектаре преданности, Шилл Бхагавад говорит, описывая контроинцидентные качества в Кришне и его деянии, и деяния в преданном служении, что раньше, когда совершали жертвоприношение, полубоги все спускались сюда, чтобы поучаствовать. И жены полубогов были расстроены, потому что полубоги уходили. Но во время Кали-юги остановились все жертвоприношения, то полубоги перестали сюда приходить, на землю. И полубогини, они были счастливы, что теперь у них много общения с их мужьями. И так как теперь нет жертвоприношений, нету никакого движения между планетами больше. Ну, хотя Шилл Бхагавад говорил, что приходили полубоги сюда, на планету. И йоги тоже двигаются на другие планеты. Но в обычном смысле, когда мы говорим об этом, то нет мецкалактических путешествий. И у нас нет технологий для этого. Нам везет, если мы построим самолет, который вообще летать может. Что же там говорить? А способности полететь на Луну, это слишком сложно. Итак, это возможно, да, в путешествии между планетами. У них технологии круче, чем у нас. Но для нас это невозможно. Потому что наши разумы, наши способности, материальные тела, они такие маленькие, слабые, и легко ломаются. Мы никак не сможем туда добраться. Так легко. Спасибо. Что хочет сказать? Хари Кресна. Хари Кресна. Как вы, Городов? Я нормальная. Но когда я говорю о Кришне, я чувствую себя намного лучше. И когда я вижу преданных, я прямо оживаю. Как вы? Говорит на хинде. Как вы себя чувствуете? Со мной все хорошо. Я тоже, у меня тоже все хорошо. Говорит на хинде. Очень хорошо. Я не очень хорошо говорю на хинде. Вы говорите лучше, чем вы думаете. Большое спасибо, что вы учите хинде, для того, чтобы говорить со мной. Хари Кресна. Спасибо за прекрасную лекцию. У нас два коротких вопроса. Первый вопрос. Он относится к тому, что вы сказали насчет вкуса вина. У нас есть человек, который уже привлекся в сознание Кришны, но он очень любит вино. Нам ему об этом сказать? Почему нет? Скажите ему, если он будет помнить о Кришне, когда он в воду, по крайней мере, пьет, уже хорошо. Скажите ему, что лучше. Лучше пускай лимонад пьет или что-то для Кришны, не вино ему предлагает. И второй вопрос. От преданного был вопрос вчера. Насчет сознания. Когда мы совершаем определенные деяния с сознанием того, что мы делаем, Шила Праупада обещает, что если мы 16 кругов будем читать, следовать четырем регулирующим принципам и будем практиковать сознание Кришны, то в этой жизни мы вернемся домой, обратно к Богу. И в то же время, когда он в своей молитве о чаре, выглядит так, что он в очень глубоком состоянии, находится в погружении, он говорит, что за одну жизнь невозможно это сделать. Праупад пытается вдохновить нас. Если бы нам сказали, что 15 минут занимает вернуться к Богу, то в Акали-югу люди настолько нетерпеливо, мне сказали, почему нужно 15 минут, пускай будет 7 минут. То есть, с сознанием Кришны нужно обращаться очень терпеливо. И Шила Праупада хотел дать нам хоть какой-то энтузиазм к этому процессу. Что это означает? Что нам нужно думать, что это не просто легко, но что в течение одной жизни мы легко сможем вернуться к Богу. Шри Ларупа Гасами говорит Уцаха, стих. Уцаха — это энтузиазм означает. Нишчая означает уверенность. И Дарья означает терпение. Мы должны быть терпеливыми. И мы должны понять, что терпение у нас появится, когда мы поймем, что мы вечные, что мы не живем одну жизнь, что мы вечные. И это даст нам возможность понять, что на жизни у нас будут возможности вернуться к Кришне. И очень скоро мы вернемся домой, обратно к Кришне. Например, в жизни Господа Брамы один момент — это несколько наших лет. Если мы живем с вами сто лет, то в один момент Господа Брама мы бы уже прожили тысячу жизней. Для Брамы — это одна секунда. Для нас его одна секунда — это несколько жизней. С уверенностью повторяю Харе Кришна и следуя этому процессу, в течение очень короткого времени мы вернемся в духовный мир. И если мы повторяем Харе Кришна без оскорблений, мы совершаем духовный прогресс и становимся все ближе и ближе к Кришне в наших отношениях с Ним. Займет это одну жизнь, две жизни, пять жизней. Это не так значительно по сравнению с вечностью. Так как мы с вами страдаем в материальном мире, нам кажется, что время течет очень медленно. Например, как вы идете к зубному, и как только он взял сверло, и время сразу замедляется. Он минуту всего сверлит, но вы чувствуете, как будто тысяча лет уже прошла, и слезы градом льются. Таким же образом, когда мы продвигаемся в сознании Кришны, постепенно мы видим, что сколько бы времени не понадобилось для того, чтобы достигнуть совершенства, это не так много времени, даже если это больше одной жизни. Парикшит Махарадж, когда он сидел на берегу Ганге, чтобы стал так всякую, которая придет и укусит его, он молился, я прошу одного благословения от всех, кто здесь находится. Пожалуйста, могу я всегда повторять святое имя, и если мне придется родиться еще раз, можно я рожусь у преданных, пожалуйста, он хотел следовать процессу сознания Кришны, это должна быть и наша молитва. Бхактика Натхакур говорит, пускай я рожусь опять, пускай я рожусь как незначительное насекомое, но в доме преданного, по крайней мере, я получу какой-то просад. И если мне будет предложено стать брамой, ну если я не буду преданным, я не хочу такое рождение, пусть я лучше буду незначительным насекомым в доме преданного, он даст мне немножко просада. Если мы воспеваем сознанием и без оскорблений, то возможности духовные нам проявятся, чтобы вернуться домой обратно к Богу. Я думаю, что мы на этом закончим. Большое спасибо за ваше внимание. Я очень надеюсь, чтобы у вас был счастливый Маракон Шилы Пропады. И пожалуйста, пейте воду, помните о Кришне, смотрите на солнце и луну, помните о Кришне, слышите Ом, помните о Кришне, слышите любой звук в эфире, это Кришна. И когда вы видите кого-то очень могущественного, помните, что любое могущество, которое у него есть или у нас с вами, пришло от Кришны. Ця счастлива. Хари Кришна. Хари Кришна, дорогие Ващналы, Хари Кришна,